Броситься под колеса несущегося поезда Каренина планировала, а вот жителей Заринска естественно нет. С разницей в несколько часов на этих же Д-путях погибли двое мужчин. Они переходили дорогу в неположенном месте. Единственный безопасный путь не близко. Вопиющий случай напугал жителей, которые живут по ту сторону рельс. Они тоже ежедневно играют со смертью. Ни аптек нету, ни нормальных магазинов нету. Каждый день люди переходят вот эту вот линию, железную дорогу. Они переходят в неправильном месте, где нельзя. Нас заставляют ходить здесь. Но здесь, даже отсюда мы стоим, даже не видно, где заканчивается эта дорога. Поезда курсируют каждую минуту. Товарники несутся порой со скоростью 80 км в час, говорят жители. За последние шесть лет здесь погибли четверо. До легального перехода идти 20 минут. Бабушки добираются за 40. Прогулка никого не устраивает, люди срезают. А не страшно идти неправильно? Конечно страшно. Страшно? Особенно за детей страшно. Мы-то отжили, ладно. Детей мне жалко. А они как ходят? Неправильно или правильно? И там ходят, и здесь ходят, знаю. Встречала сколько раз детей. А в администрации людям ежегодно дают понять, что нового перехода не будет. Либо автобусом, либо вот должны переходить вот через этот мост. Он доступный, да? Ну да, он доступный. Или им идти до него? Ну идти, конечно. А сколько минут? Ну там достаточно прилично. А почему две части города соединяет лишь один официальный переход? Через рельсы пояснили, что их число не нормировано. Так что получается, по закону они ничего и не должны жителям. Чтобы построить еще один переход через ЖД пути, требуется 100 миллионов рублей. У муниципалитета таких средств нет. Кроме того, они задаются вопросом, стоит ли безопасность 800 человек такой суммы. Сейчас люди собирают подписи для обращения к губернатору края и уже готовы идти в прокуратуру, чтобы остановить печальную статистику. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.